Тяжело ли стать автоинструктором? И стоит ли? Тяжело ли стать автоинструктором? Формально? Нет. Требования простые. Чтобы вашим правам был стаж 3 года, как минимум. Не было никаких лишений прав за последние 5 лет. И получить удостоверение инструктора, корочку так называемую. Для этого вам нужно пройти обучение в организации, которая выдает эти корочки. В каждом городе они свои, вы можете посмотреть. Загуглите в интернете ваш город. Раньше, ну и это трехнедельные курсы. Основы психологии, педагогика. На самом деле, там вас ничему учить не будут, сразу говорю. Но я еще ни разу не видел, чтобы где-то что-то реально учили. За 3 недели можно для человека объяснить основу психологии, основу педагогики, обучения, основу обучения? Нет, конечно. В конце, вот во всяком случае, как у нас было, нужно было сдать теоретический экзамен. Такой же, как и ученики сдают в ГИБДД. И допросят меня все инструктора, но правда, знаете, в чем заключается? В той группе, в которой я был, было 14 человек, по-моему, инструкторов. Я был и мой товарищ, мы были первый раз. Многие уже продлевали. Каждые 3 года, раньше было каждые 5, сейчас каждые 3 года нужно, скажем, переаттестовываться. Да, нужно приходить, скажем так, подтверждать, обновлять свою корочку. Для этого еще раздавать экзамен. Так вот, насколько было мое удивление, даже я вам соврал, было в группе не 14 человек, а больше. Экзамен сдали 2 человека. Я входил в эти 2 человека, но я не к тому. Но остальные 20 человек, 18 человек не сдали экзамен. Вот вы представляете, эти люди потом учат людей. Я понимаю, что можно не сдать экзамен по вопросу, можно сделать ошибки, например, по медицине. Человек может быть отличным автоинструктором, но он же не медик. И он с годами мог забыть вот эти билеты и просто нажать неправильный ответ. Или там, ну ладно, еще простительно, когда человек, водитель, либо инструктор ошибается на тему какой-то технической вещи. Ну, допустим, там человек даже забыл цифру остаточной глубины протектора лекового автомобиля. Опытный водитель, он на глаз это определяет. Он эти миллиметры, вот эти там 1,6, 2, 0,8, никто никогда не меряет. Никогда я не видел, что кто-то меряет. Поэтому, если человек делает ошибки в билетах по таким вопросам, я считаю, это все ерунда, это простительно. Но экзамен человек может не сдать. Две ошибки сделал, все, ему доп вопрос, еще сделал, все, не сдал. Нельзя сказать, что он тупорыл и чему он только будет учить. Но, правда в том заключается, что у некоторых было там по 5 ошибок, по 7 ошибок. Даже 9 были случаи, ошибки, понимаете. И ошибки именно в связи с ПДД. Такова правда. Я не говорю, что это везде и всегда, это просто реальный случай из моей жизни. А на вторая часть вопроса, стоит ли стать автоинструктором? А пока вы им не станете, вы не узнаете. Серьезно. Если бы мне хоть кто-нибудь сказал лет так 15 назад, я бы никогда не поверил. Я себя видел кем угодно, но не только не автоинструктором, преподавателем, где я сейчас прихожу домой и проверяю домашние задания. Я проверяю домашние задания. Я, получается, как бы преподаватель. Если бы мне об этом кто-то сказал лет 15 назад, я бы его чем-то тяжелым бы стукнул. Серьезно. Поэтому, пока вы не попробуете, вы об этом не узнаете. Не надо пытаться, бояться сделать первый шаг. Если вам интересно, попробуйте. Стоит ли работать в какой-то профессии? Просто представляя это, это будут обманчивые впечатления. Если вы думаете, что инструктор, он такой сидит ногу на ногу, сидит такой важный, сидит пальчиком указывает, в телефончике ковыряется, куда захотел туда поехал, ездит по своим делам, решает. Это все не так. Попробуйте. Это не передать словами, я вас не пугаю, не говорю, что это сложно. Нет, может быть, вам понравится.